Всем приветики! Хороших игр много не бывает, поэтому рад представить вам топ из 20 наикрутейших новинок, чтобы занять память на своём телефоне. А потому не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Кстати, я тут на днях наткнулся на просто офигенную игру, в которую сам сейчас играю и вам советую. Hustle Online. Это абсолютно бесплатная мультиплеерная игра с полностью открытым миром и невероятной свободой действий, которая, что важно, доступна как на Android, так и на iOS, с большим онлайном, дружелюбными игроками, среди которых запросто можно найти друзей и вместе влиять на жизнь и развитие родных городов. Например, становясь депутатом, мэром, госслужащим или пойти по пути криминала, устраивая разные грязные делишки, создавая свою банду и сражаясь за статус самых опасных братков на районе. То есть, что бы вы ни делали, всё это отобразится на жизни тысяч реальных игроков с невероятным весельем, для чего в Hustle Online есть всё необходимое. Я сам частенько по вечерам в неё играю на пятнадцатом сервере и даже достал для вас специальный промокод FENOM, который даёт на старте много чего полезного, чтобы начать веселиться с самого начала. Так что скачивайте игру по ссылке в описании прямо сейчас, чтобы сыграть вместе на пятнадцатом сервере. Ник у меня, если что, такой же как и на канале. Так что до встречи в игре, все ссылки есть в описании. Двадцатое место – Death Door. Новинка, ради которой можно даже купить подписку Netflix, так как портировала её именно эта компания, ну или в интернете можно найти версию без подписки. Если, конечно, хотите сыграть в увлекательную метроидванию провора на жнеца собирающего души, у которого на смене, как это часто бывает, что-то пошло не по плану и придётся разруливать ситуацию, сражаясь с врагами и боссами. Кстати, это не единственная столь топовая игра, портированная на Android с ПК за последнее время. Так что, если хотите, можем сделать отдельный топ с такими портами. Если вы за, с вас – лайк под этим видео. Семнадцатое место – Kingdom The Blood. Ну и ещё одна новинка, которая, правда, пока вышла только в бета-тесте. Притом напоминает другой слэшер, о котором я рассказывал не так давно, с такой же азиатской стилистикой в древнем сеттинге, что чем-то даже напоминает Секиро. Правда, в отличие от всех подобных игр, в роли врагов здесь выступают вариативные зомби и боссы, которые не сильно сложные, но зато отлично кромсаются катаной главного героя. Так что, если хотите динамично провести время, советую поспешить, ведь тест закончится 11 декабря. Восемнадцатое место – Nox Escape Game. Разных головоломок на смартфоны хватает, можно бы хотя бы вспомнить прошлые топы, где хотя бы одна такая игра добудет. Но это представитель совершенно другого уровня, с изометрической камерой, которую еще необходимо вращать, чтобы находить нужные предметы или механизмы с их решением. То есть, вроде бы что-то наподобие The Room, только не просто плагиат, а со своим видением, что увлекает разнообразными локациями, головоломками и многим другим. Так что, дабы напрячь извилины на досуге, отлично подойдет. Семнадцатое место – Dynasty Warrior M. Никогда не был поклонником этой серии игр, однако увидев мобильную версию с графикой, не уступающей ПК оригиналу, пройти мимо просто не смог. Так как это тактический экшен, но не настолько, как игры из прошлого топа со стратегиями, а где мы наряду с другими воинами сражаемся на поле боя, при том по силе равны целому отряду, отбрасывая десятки врагов за один удар. Но все, конечно, зависит еще и от героя с его способностями, которых здесь целых 50 вариантов из пяти фракций с детальным сюжетом, но без русского языка. Шестнадцатое место – Suicide Guy Sleeping Deeply Новая глава в сюжете крепко уснувшего человека на безумной рекламе, что позволяет воплотить самые необычные миры внутри одной игры, при том с главной задачей не просто раскомнадзорнуться, но и параллельно решая самого разного рода задачки для прохождения дальше по сюжету, чтобы по итогу все-таки помочь бедолаге проснуться от этого безумия, что совмещает как интерактивный экшен с трехмерной графикой, так и необычные задания, встречающиеся на протяжении четырех часов прохождения. 15 место – Marvel Champions Мобильные платформы идеальны для того, чтобы, собравшись в компании, залипать в какие-то кооперативно-мультиплеерные игры, и вот это как раз одна из таковых, которая не имеет глубокого лора, сюжетного наполнения или чего-то подобного. Все, что здесь нужно делать, так это катать шары по разным трассам с препятствиями, где и пол проваливается, есть ускорения, батуты и так далее. Но главное – это прийти первым к финишу, параллельно противников можно не только обережать, но и уничтожать самыми и заощрёнными способами. 14 место – Domino the Little One Недавно я уже рассказывал об этой игре в момент её бета-теста, но вот случился глобальный релиз, что позволит сыграть каждому в классический платформинг по красочному миру, который не только развлекает, но и затрагивает такие экологические темы, как вырубку лесов или загрязнение земли, что отражается на геймплее игры. Но главное, что и выглядит всё это приятно даже на смартфонах с рисованной графикой, проработанным освещением и даже удобным сенсорным управлением. 13 место – Dimension Hunter Несмотря на то, что эта игра похожа на одноклассниковый жанра Bullet Hell, есть у неё несколько ключевых отличий, и главное – это многопользовательский режим, в котором на одной локации могут находиться несколько игроков, что и добавляет азарта. Поэтому приходится не только до автоматизма доводить навыки по управлению, но и учиться использовать способности разных героев, чтобы побеждать игроков и других противников, в роли которых тут могут выступать монстры и уникальные боссы. 12 место – Pumpkin Farm Horror На данный момент эксклюзив Тап-Тапа, где её и можно скачать. Но учитывая, что уже есть страница в Google Play, которая пока недоступна, со временем появится и там. Для тех, кто хочет узнать, что происходит с тыквой после окончания Хэллоуина, конечно по интерпретации автора игры. Когда тыква уходит на покой в свой дом и начинает заниматься бытовой рутиной и фермерством. Но конечно в мире с демонами ей будут мешать разные потусторонние нечисть, что и разбавляет обычную на первый взгляд рутину. 11 место – NFS Mobile А вот это несмотря на то, что тоже новинка, но только в формате бета-теста. Для тех, кому обычных гонок мало и хочется погонять именно в культовой аркаде. Правда доступно это будет до 19 декабря, после чего сервера будут закрыты до очередного бета-теста. Притом, кстати, что можно заметить, игра стала в разы красивее, теперь почти не уступает консолям по графике. При том, что здесь всё ещё открытый мир, большая динамика за счёт быстрых машин и разные решимы для соревнований как с NPC, так и другими игроками. Ну и половина топа позади, так что буду благодарен, если поддержите видео лайком, а канал подпиской. 10 место – Supper Pool Неплохое времяубивалка, строящаяся на механиках бильярда и гольфа, когда нужно выбрать направление для удара и его силу, чтобы закатить шар в нужную лузу. Выглядит это всё как некая арт-стилистика с рисованной графикой, когда ничего не вызывает сложностей, так как траектория перед ударом указывается самой игрой. Единственное, что может усложниться с ростом уровней – это сами локации, когда нужно избегать определённых зон или обойти препятствия. Но всё равно для того, чтобы потупить в телефон, игра идеальна. 9 место – Rick of Rain – Hostel Worlds Культовая серия игр, которая с каждой частью пробует что-то новое. Первая на ПК вышла вообще в 2D, вторая – уже в 3D с камерой сзади, ну а мобильная версия, что удивительно не порт, предлагает шутер с камерой сверху, в таком же цветастом мире, где нужно собрать свой отряд для добычи ценных ресурсов на планете с попутным уничтожением волн врагов. Что можно делать как в соло, так и в кооперативе до 4-х человек, учитывая, что это сюжетная игра. Притом бесплатно, за что уважение разрабам. 8 место – Antivine Кстати, раз уже речь зашла о мультяшной графике, здесь разработчики тоже решили прибегнуть к такому визуалу, что тем не менее мне нереально нравится. Ведь реалистичной графики хватает и на ПК, а на смартфонах хочется поиграть в что-то более самобытное. Оттого и смешнее, что это очередной порт, хотя вроде как обе версии разрабатывались в одно и то же время. Так как ну уж очень прослеживается упор в сенсорное управление, когда под контроль даётся не столько персонаж, сколько его окружение, вращая которое, предстоит решать головоломки, дабы продвинуться дальше. Что не вызывает особой сложности, но позволяет приятно провести время. 7 место – Ice Cream 8 Final Chapter Выйдет она 15 декабря, так что добавлю немного заочно, но только потому, что это финал истории, которую мы наблюдали на протяжении нескольких лет. Про злого мороженщика, похищающего детей и группу подростков, решивших спасти своих товарищей. Где в каждой части добавлялись новые механики, локации, головоломки и не страшные, но интересные враги со скримерами. И вот как заявляется, эта часть будет последней для серии, так что лично я жду, чтобы узнать чем всё закончится, а если вы уже знаете, пишите в комментариях. 6 место – Sonic Dream Team Этого персонажа, уверен, и так знают все. Однако игр с ним почему-то не так уж и много, нежели с другими культовыми персонажами. Видимо, потому что Соник только и может что быстро бегать, вот только реализовать это в игровом формате не так уж и просто. Однако у разработчиков этой игры всё получилось. Во-первых, так как из игровых персонажей здесь вся каноничная шестёрка, что меняет геймплей, не надоедая однообразиям. Во-вторых, сама игра в 3D с разными картами и интерактивными объектами. Но есть нюанс – доступна она только на iOS. 5 место – GTA Chinatown Wars На фоне готовящегося к выходу GTA The Trilogy Mobile Edition, о котором я расскажу в одном из следующих видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить, я решил вспомнить о не менее интересном проекте, вышедшем ещё на Nintendo DS и подражающей классическим первым частям с видом камеры сверху. Уверен, многие даже не знают, но первые две части выглядели примерно так, со сноской на своё время, где сюжет погружает нас в китайскую мафию со своим колоритом, так что если вы не играли, советую. 4 место – Hook and Loop Забавная аркада на пару вечеров, но для которой разработчики даже придумали целый сюжет с похищением возлюбленной ГГ, которую тот теперь должен вернуть. Однако сделать это не так, чтобы и просто, ведь на пути то и дело будут возникать шерстяные человечки, которые цепляются к нам и не дают двигаться дальше. Поэтому главная задача, используя минимум управления, двигаться так, чтобы обходить препятствия, ну или сбрасывать их и дойти до края лабиринтной карты. 3 место – Warzone Mobile Игра, которая всё ещё не вышла во всём мире, однако успешно запустила свой первый игровой сезон, с которым подвезли снежные карты, более детализированную графику и красочную цветастую палитру. Хотя в остальном это всё такая же королевская битва от первого лица, где мы высаживаемся на карту, лутаем полезные пожитки и стараемся остаться последним выжившим на карте с постоянно сужающимся кольцом. Но если вам такое надоело, есть ещё режим командного боя, то есть типичная колда, но где для входа нужен VPN. 2 место – Blavis Quest 2D Platformer Классический такой платформер, напоминающий мне каноничные двухмерные Марио, где даже графика похожа, но здесь конечно более современная с разным освещением. А так всё по-прежнему предстоит перепрыгивать с платформы на платформу, уворачиваясь от пропасти или ловушек, прыгать на бошки противников, собирать ключи от дверей на следующий уровень и так далее. Притом всё это под релаксную музыку с детализированными звуками, настолько, что можно потерять счёт времени. Ну и первое место – Zombatron. Пожалуй, лучшая за последнее время оффлайновая игра в жанре двухмерного шутера, при том по классике таких недельных топов очередная новинка, в которой жанр платформера из прошлой игры совместили с шутером, головоломкой и выживанием среди зомби. Что и выглядит прикольно и играется интересно, за счёт того, что мы можем сами изменять локации, взрывая бочки, простреливая стены и прочее. Что мне напомнило ностальгичные игры времён расцвета мобильного гейминга, только, конечно, лучше. А на сегодня это всё, по традиции лайк, подписка и до встречи в новых или старых видео на канале.